Саш, ну вот у нас одни гости ушли, зато другие пришли. А как говорится, гостей надо встречать хлебом с солью. Правда, этих, скорее всего, встречают чаще всего мячиком. У нас мяча нет с собой, но зато много вопросов, которые касаются футбола, в частности крымского футбола. У меня особенно много вопросов, потому что, я признаюсь честно, никогда не играл в эту игру, ни разу в жизни. А я играла и играю даже иногда и очень-очень даже люблю футбол. И считаю, что это самый популярный вид спорта сегодня у нас в России. Я надеюсь, я не ошибаюсь. Но напомню, что у нас сегодня в гостях Эльдар, президент футбольного клуба Кызылташ, а также Александр Ятсун, президент футбольного клуба Евпатория. Доброе утро. Традиционный вопрос, как началось ваше утро нового дня? С кофе. Как, а не с тренировки, может быть? Я думаю, что тренироваться должны футболисты. А мы утром пьем кофе. Ну, а вы, наверное, ходили, не знаю, с чем, с плеткой. Как вы своих футболистов тренируете? Как вы заставляете выходить на поле? Нет, у нас все исключительно. Если говорить про футбольный клуб Евпатория, я думаю, коллега добавит, как у них, может, по-другому. Но у нас все строится исключительно на позитиве. Поэтому никаких плеток, а только футбольные мячи и все, что нужно для усовершенства, для мастерства футболистов. А сейчас как раз-таки, наверное, позитивное настроение, ведь приближается чемпионат Крыма. Он будет уже этой осенью. В сентябре, насколько я знаю. Начинается с 17 августа. А, чемпионат. Сейчас уже планируется разыграть и жеребьевку провести. Это именно сегодня? Сегодня, 12 часов дня, будет известен уже ориентировочный календарь. Будет понятно, кто с кем играет. Надеюсь, мы с Казалташевым первым встретимся. Надеюсь, да. 17-го числа. Почему у нас такие надежды? Ну, с хорошими людьми, с приятными соперниками всегда приятно встречаться. Эльдар Оливьевич, красивое название команды Казалташ. Почему такое название? Ну, в принципе, мы как бы начинали с Ялты. Красный Камень. Да, да. Есть такой поселок Краснокаменка. И как-то мы там начали небольшую команду спонсировать в то время. И потом потихонечку ее раскачали до уровня Крыма, до премьер-лиги. Ну и уже как бы такое имиджевое название уже начинает. Плюс Казалташ, Краснокамень у нас еще и в Судаке есть. То есть, как бы такие крымские названия. Интересно. Но вот вы говорите в пределах Крыма, а все-таки вы скромничаете. Потому что я знаю, что ваши ребята, они выезжали в Турцию, где там участвовали в матче уже с местной стамбульской командой. Да, ездили мы весной в Стамбул. Получили приглашение от одной команды. Команду это же товарищеская игра была. Принципиально было интересно поиграть, потому что в Турции уровень футбола очень сильный. И как бы, во-первых, с ними увидеться. Они очень хорошо нас приняли. Ну и плюс выезды командов для футболистов. Это тоже очередной какой-то шаг, интерес. Развитие крымского футбола очень как бы от этого будет зависеть. Александр Дмитриевич, а как вы оцениваете уровень футбола? Если мы говорим про чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза, который сейчас проходит и пятый сезон у нас стартует 17 августа, то я думаю, что за каждые из этих пяти лет мы делали маленький шаг вперед. И буквально во всем это касается и спортивного непосредственного мастерства, это касается инфраструктуры, это касается организационных вопросов. То есть все чему-то учатся. Вот интересно, в плане инфраструктуры что меняется? Ну, смотрите, я не буду говорить за всех, скажу про их по Туре. Если вы там давно не были, то заедьте на улицу Интернациональная 162Б, там располагается спортивный комплекс арена Крыма. Это на сегодняшний день, я думаю, что и коллега подтвердит, лучший спортивный комплекс не только Крыма, но и, наверное, один из лучших в России. И еще совсем недавно этого не было вообще. На месте степи, где люди всегда только лишь собак выгуливали, возник такой красавец. Но ребята там тренируются? Там они понимаются? Да, ребята там тренируются. И скажу вам, скиф в Крыму, который тоже потихонечку-потихонечку развивается. И сегодня он является притяжением футбольных команд. Жизнь кипит. Вот и Казалташа, и еще две команды там сейчас проходят подготовку к стартующему чемпионату. Я думаю, что совсем скоро пройдет реконструкцию в Алушке футбольный центр. Поэтому все потихонечку развивается. И самое главное, возникают футбольные поля для детей, для занятия футболом детьми. А если дети будут заниматься футболом, то, значит, и дальше мы будем развиваться. Да, вот сегодня, к сожалению, у нас нет возможности привлекать легионеров. Хотя, не знаю, может быть, это наоборот плюс? Конечно, большой плюс. Нашим ребятам есть что показывать, что доказывать. Поэтому на футбольном поле сейчас все для них. Как говорится, мяч у них в ногах. Дальше будет зависеть от каждого из них. Кто хочет, тот пробьется. И наши ребята, те, кто чего-то достигают, будут получать возможности идти выше, заниматься футболом на более высоком уровне. И это здорово. Ну, здесь я бы все-таки, знаете, такую, наверное, какую-то печальную нотку внесла. Потому что ребята, действительно, они хотят расти, они хотят достигать какого-то высокого уровня. Но, тем не менее, сегодня у них нет возможности выезжать за пределы Крыма и соревноваться, допустим, со сборными, ну, даже, например, тех же российских городов. Ну, смотрите, у нас такая великолепная атмосфера. И сегодня утро хорошего дня. Давайте говорить о хорошем. Не будем мы плохим. Поэтому я думаю, что, да, вы действительно очень болевую точку правильно определили. Это очень глубокий вопрос. Он обсуждается и президентом Крымского футбольного союза на разных уровнях до самого высокого. И я верю, что совсем скоро этот вопрос тоже будет решен. Очень много внимания футболу уделяется. Я думаю, вы подтвердите это. Действительно ли эта игра имеет какое-то большое социальное значение? Вы даже недооцениваете значение футбола. Вот я хотел бы вас попросить раскрытие. Я ничего более интересного в плане спорта и общедоступного еще не придумываю. Футбол – это действительно игра миллионов. Это и спорт, и шоу-бизнес сейчас, и политика, к сожалению, или к счастью, я уж не знаю, как говорить. Это все, это все аспекты нашей жизни. Футболь сосредоточен на эти 90 минут, когда соперники сходятся на поле. Накал страстей таков, что футбол – это все. Поэтому интересным я вынуждена вас прерывать. Действительно, о футболе можно говорить часами, но что говорить? Лучше все-таки видеть. Тем более, как мы уже сказали, чемпионат Крыма начинается уже в скором времени. Я думаю, на всех площадках Крыма можно будет увидеть наших футболистов, играющих и, конечно же, сражающихся за победу. А я напомню, у нас сегодня в гостях Эльдар Яячик, вице-президент футбольного клуба «Кызылташ», а также Александр Яцун, президент футбольного клуба «Евпатория». На этом с вами прощаемся. А вот вам предлагаем посмотреть нашу следующую рубрику. Субтитры создавал DimaTorzok